МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Банкам разрешили снимать только 50% средств со счета должника. Эта инициатива реализуется с 2017 года. Как только заработная плата попадает в банк на счета заемщиков, которые имеют долги по кредитам, ее сразу же снимает банк, которому он должен. В итоге заемщик остается без средств к существованию. Норму, которую ограничат банки, обналичивать более 50% средств мы уже внесли в законодательство, пояснил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг при Нацбанке. К тому же в Нацбанке считают, что банки все-таки должны объяснять заемщикам, почему им отказано в реструктуризации кредита. А еще заемщики должны больше интересоваться своей долговой нагрузкой по кредитам. Некоторые вообще забывают платить кредит, потому что у них их слишком много. Скорее всего, если возникла какая-то просрочка, то до должника должна доходить эта информация либо от банка, либо от кредитного бюро, заметили специалисты национального регулятора. Казахстанский завод будет поставлять оборудование в Иран. Емкость рынка Ирана по распределительным трансформаторам на проезжение в 20 кВт оценивается примерно в 94 миллиона долларов. Заказчики с Ирана направили в наш адрес своих специалистов для согласования технических параметров для их рынка. Они уже провели аудит производственной системы на предмет соответствия требованиям системы менеджмента качества. На сегодняшний день 40% продукции экспортируются в ближние и дальние зарубежья. Россия чуть более 19%, Узбекистан более 11%, Кыргызстан около 8%. Производственная годовая мощность трансформаторного завода 18 тысяч трансформаторов с напряжением 10, 20, 35, 110 кВт в год. На 2016 год запланирован объем производства на 15 миллиардов тенге. По сравнению с прошлым годом он вырос на 36%. С начала года казахстанцы получили государственных пособий на сумму 163 миллиарда тенге. В настоящее время численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности 504 тысячи человек, по случаю потери кормильца 163 тысячи, по возрасту около 4 тысяч. Средние размеры государственных социальных пособий составляют по инвалидности 30 359 тенге, по случаю потери кормильца 26 706 тенге, по возрасту 11 887 тенге. Кроме того, на 1 сентября в республике насчитывается более 23 тысяч получателей государственных специальных пособий по спискам номер 1 и номер 2. А вот объем платных услуг населению вырос на 78 миллиардов тенге, а индивидуальные предприниматели смогли увеличить обороты в секторе только на 28%, юридические лица на 75%. Всего начиная с января текущего года совокупный объем услуг для населения достиг 275 миллиардов тенге. Стоит отметить, что несмотря на кризисные явления, население с каждым годом потребляет все больший объем услуг, что позволяет наращивать долю в общей структуре услуг, оказываемых в Казахстане. Во втором квартале рассматриваемые показатели достигли исторически максимальных отметок, при этом доля услуг, оказываемых населению, составила 16,2%, превысив предыдущий рекорд более чем на 2 пункта. Наиболее ориентированные на розничных потребителей компании, оказывающие услуги, расположены в Жамбылской области, где физические лица потребляют больше трети всех услуг. Второе место удерживает Алматинская область. В абсолютном выражении по объемам услуг для населения лидируют Алматы и Астана. Дальнейшее развитие экономик государств СНГ и повышение благосостояния народов во многом зависит от глубины интеграции в сфере таможенной деятельности, об этом заявил Александр Лукашенко. Глава государства напомнил, что более четверти века назад именно Беларусь стояла у истоков формирования СНГ, одной из первых интеграционных структур на постсоветском пространстве. В числе ее важных задач было создание благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и перемещения граждан между странами Содружества. Президент особо подчеркнул большую заинтересованность в перемещении через Беларусь товаров в направлении Европы из стран Азиатско-Тихоокеонского региона. В этом плане мы полностью поддерживаем инициативу председателя КНР о создании экономического пояса шелкового пути, заявил Лукашенко. СНП пересмотрит мусорный рейтинг России. Аналитики не ожидают изменений, ссылаясь на то, что страна так и не решила главные проблемы. СНП в январе 2015 года снизила рейтинг России до BB+, ниже инвестиционного уровня с негативным прогнозом. Объясняя свое решение, СНП сообщала, что денежно-кредитная политика России становится менее гибкой, перспектива экономического роста ослабляется. Кроме того, агентство учитывало риски, что внешние финансовые ограничения будут увеличиваться в связи с нынешним давлением и увеличением государственной поддержки экономики. Основные негативные факторы, которые влияют на рейтинги, никуда не делись. Сохранение западных санкций, слабые перспективы роста экономики, низкие цены на нефть и отсутствие значимых институциональных реформ. Дедолларизация экономики Кыргызстана стабилизирует курс СОМА. Кабмин инициировал проект закона, согласно которому планируется укрепить статус национальной валюты. Такое решение было принято в связи с ростом курса доллара, который несет за собой негативные для республики последствия. В частности, спекуляция обменных бюро, увеличение долларов в обращении, ослабление нацвалюты, рост цен на товары, услуги и так далее. Такие меры не повлекут за собой негативного последствия, потому что бизнес уже с прошлого года постепенно переходит к расчету в нацвалюте. Кроме того, из-за чрезмерной либерализации мы потеряли авторитет СОМА, который может быть восстановлен путем дедолларизации. Москва лидер по количеству просроченных автокредитов. Российские покупатели кредитных автомобилей задолжали банкам 82,5 миллиарда рублей. Каждый десятый автокредит является проблемным со сроком просрочки от 90 дней и выше. Это самый высокий показатель среди залоговых кредитов, сообщается в исследовании крупной коллекторской компании. Регионы лидеры среди должников Москва и область. Санкт-Петербург и Краснодар. Но отбирать кредитные машины банки не спешат, предпочитая передавать долги коллекторам. Хранение изъятых автозалогов влечет дополнительные расходы, что в кризис нецелесообразно. Удивительно, что число кредитов, выданных на покупку машин, растет. Если два года назад лишь 37% сделок по покупке новых автомобилей осуществлялось кредит, то в этом их доля приблизилась до кризисного уровня в 50%. Это вызывает беспокойство экспертов. Обслуживать автокредит в России дорого. Нефть Brent подешевела до 46 долларов 30 центов на опасение роста предложений поставок нефти из США, Ливии и Нигерии. Контракты на марку WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи упали до 43 долларов 61 цента за баррель. Сегодня ближе к ночи будут опубликованы данные числе буровых установок в США. Этот показатель растет уже два месяца подряд. Рынок внимательно следит за другими новостями, связанными с ростом добычи в Канаде, США, Казахстане. На этой неделе Ливия и Нигерия заявили о намерении увеличить поставки на мировой рынок, упавшие из-за военных действий. Государственная нефтяная корпорация Ливии в среду сняла ограничения на поставки нефти из портов, суммарно потенциальная мощность которых составляет 300 тысяч баррелей в сутки. К тому же ExxonMobil заявила, что готовится возобновить поставки самого добываемого сорта Нигерии. Его поставки на мировой рынок в прошлом году составляли 340 тысяч баррелей в сутки. В Венесуэле в четвертый раз за год продлено чрезвычайно экономическое положение. Впервые чрезвычайное положение было объявлено еще в январе на фоне продолжающегося падения цены на нефть. Основной экспортный товар страны в текущем году в Венесуэле обострился товарный и продовольственный дефицит, появившийся на фоне затяжного финансово-экономического кризиса. В ряде регионов акции протеста граждан против сложившейся ситуации переросли в столкновение с правоохранительными органами. Решение продлить действие указа вызвано чрезвычайными обстоятельствами в социально-экономической и политической сферах, которые негативно отражаются на конституционном порядке, национальной безопасности, гражданах и государственных институтах. Британское правительство одобрило строительство одной из самых дорогих атомных электростанций в мире. Проект обойдется Великобританией в 24 миллиарда долларов. Атомная станция станет первой возведенной на территории Европы с момента аварии на японской атомной станции Фукусимы пять лет назад. Простой расчет показывает, что без ядерной энергии не обойтись. Через 15 лет старые станции, обеспечивающие половину британских потребностей в электричестве, будут выведены из строя. В такой ситуации восполнить дефицит, при этом сокращая выбросы в атмосферу, было бы невозможно без введения новых реакторов. К тому же отказ от этого проекта практически точно ставил бы крест на возможности выравнивания стратегических отношений с Китаем, о чем так много говорилось год назад во время визита Си Цзиньпина. США просят у Deutsche Bank 14 миллиардов долларов в обмен на прекращение расследования о нарушениях. Финансовое учреждение подозревается в нарушениях при торговле ценными бумагами в период с 2008 года. Указанная сумма носит предварительный характер, и окончательная выплата может быть гораздо меньше. Представители властей США и юристы Deutsche Bank в настоящее время проводят консультации по поводу урегулирования всех претензий. Fiat Chrysler отзывает более 3000 автомобилей из России и других стран. Из-за дефекта подушек безопасности всего будут отозваны почти 2 миллиона машин по всему миру. Указанная неполадка может присутствовать в машинах Chrysler Cirrus, Chrysler 200, Dodge Caliber, Jeep Patriot и Jeep Compass. Речь идет о автомобилях 2009-2014 модельных годов. Данный шаг был предпринят после анализа ряда происшествий и другой информации об автомобилях. Компания располагает информацию о трех погибших и пятерых пострадавших предположительно из-за указанной неполадки. Производитель уже не использует дефектные детали и элементы, которые являются причиной неполадок. Техническое обслуживание, необходимое для устранения данной неисправности, будет бесплатным. Редактор субтитров А.Семкин